Всем привет! Это Яндекс Станция Лайт. Новая, умная, не портативная колонка за 4000 рублей. И скажу вам сразу, это не реклама, я купил эту штуку за свои деньги, о чем немного в итоге пожалел. И сегодня я расскажу вам все про Яндекс Станцию Лайт. Разберемся, что она умеет, насколько хорошо звучит и стоит ли ее покупать. С вами команда канала World of Gadgets. И пожалуйста, не забывайте про лайк и подписку. Это очень помогает продвижению канала и мы вам будем суперски благодарны. И кстати, можете задавать любые вопросы про гаджеты, технологии и эту же Яндекс Станцию Лайт в комментариях. Ответим всем. Погнали! Поставляется колонка в солидной коробке. В комплекте со станцией вы найдете небольшой черный блок питания с лого Яндекса, провод с резиновой застежкой в цвет колонки, инструкцию и наклейки. Как только вы подключите Яндекс Станцию к питанию, с вами же сразу же начнет говорить Алиса и расскажет, что нужно сделать для подключения колонки. А для этого нужно всего лишь скачать приложение Яндекса и через раздел устройства выбрать для подключения станцию Лайт. После этого вы выбираете сеть Wi-Fi на смартфоне и станция сама подключается к вашему аккаунту и сети. Происходит это довольно быстро и легко, теперь даже не надо со смартфона воспроизводить колонки странные звуки, как это было с другими Яндекс Станциями. Кстати, всего есть 6 расцветок Яндекс Станции, но сейчас на данный момент в продаже есть только вот такая вот сиреневая, как у меня, и бирюзовая. Но с 22 июля в продаже появится желтая, красная, бежевая, а также розовые версии. Причем цвет Яндекс Станции Лайт реально очень важен. В зависимости от цвета у колонки свой характер. Например, у меня колонка-зажигалка-тусовщица. И слова «зажгу на вечеринке и раскрашу будни» на коробке это подтверждают. Более того, у каждой Алисы на разных Яндекс Станциях Лайт теперь есть собственный плейлист любимой музыки, подходящий ее цвету и характеру. Чтобы услышать его, достаточно попросить Алису включить свою любимую музыку. У других колонок плейлисты и ответы на вопросы будут отличаться в зависимости от характера. Например, бирюзовая это утонченная и романтичная, красная это целеустремленная и дерзкая, желтая это смелая и неординарная, а бежевая это спокойная и тихая. Ну и розовая, мечтательная и впечатлительная. И это прикольно. Например, если спросить у колонки «Алиса, что тебе нравится?». Алиса, что тебе нравится? Люблю вечеринки, знакомства, не спать всю ночь и путешествия. Ну, типичная колонка-тусовщица. Другие отвечают по-другому. То есть спокойная будет отвечать что-то типа «люблю завтракать с вами» и так далее. И это реально очень прикольно. Но самое главное — выбрать теперь себе колонку по характеру. А то будете мучиться с тусовщиком, когда вы жуткий интроверт и сидите дома. Вам бы спокойную музыку. Вы абсолютно правы. Я абсолютно прав. Видите, даже колонка это подтвердила. Было бы круто еще, если бы на Яндекс.Станции можно было менять свой характер. Но, к сожалению, пока такое делать нельзя. Ну, например, если я хочу из тусовщицы сделать какую-нибудь спокойную колонку. Или, наоборот, агрессивную, если у меня плохое настроение. Ну, надо на кого-то негатив вылить. Вот на эту штуку и можно было бы выливать. Но, к сожалению, не все так просто. Сама Яндекс.Станция Lite полностью выполнена из пластика. И, конечно, смотрится сильно дешевле, чем обычная Яндекс.Станция или станция мини. И сказать, что новая станция Lite смотрится круто и прям красиво, язык вообще не поворачивается. Реально очень не хватает тканевой обивки. С ней колонка бы смотрелась куда более эстетичнее. Сверху на колонке есть четыре кнопки. Это кнопка уменьшения громкости, увеличения громкости, кнопка паузы и кнопка отключения микрофона. Причем эти кнопочки сенсорные. Громкостью, как на станции мини, вот так вот, проводя рукой вверх-вниз, управлять нельзя. Но зато просто нажимаете на кнопочки. В принципе, круто, что они сенсорные. Не надо сильно давить. Ну, лично мне так кажется. К тому же, срабатывают они в любом случае, даже если у вас мокрые руки. Но вот что плохо, так это то, что они вообще никак не выделены. То есть они выступают, но у них такой же цвет, как и у самой станции. А это не очень крутое решение. Например, если вы ночью захотите отключить микрофон, а случайно нажмете на что-нибудь другое, то вас соседи убьют за то, что вы включили супер громкий трек в три часа ночи. И будут правы. А вот Яндекс не прав, что не выделил как-то кнопочки. Было бы круто, если бы хотя бы сами кнопки черные были, или просто вокруг них какие-то кружочки. При этом снизу на станции есть вот такая вот резиновая вставка, чтобы она не скользила по столу. Давайте проверять. Ну, вообще, почти намертво держится. Реально классная резина. В общем, со стола она у вас соскальзывает ни при каком условии. Ну, даже если вот так поставить, не будет. Сзади у колонки располагается USB Type-C порт для подключения питания. Вообще, в интернете ходили слухи о том, что Яндекс станция Lite станет первой портативной умной колонки бренда. Но, к сожалению, этого не случилось. Работает колоночка только от сети. И с собой в поездку или куда-нибудь еще ее взять не получится. И это, конечно же, грустно. К тому же в Яндекс станции Lite еще и убрали мини-джек, который был в Яндекс станции Mini, Яндекс станции и Яндекс станции Max. То есть невозможно подключить внешнюю акустику, чтобы слушать Яндекс музыку с помощью Яндекс станции, подключенной к внешним крутым колонкам. И это особенно обидно, особенно учитывая то, как звучит Яндекс станция Lite. Но об этом чуть позже. А сейчас давайте поговорим про управление. Управляется Яндекс станцией Lite, как и все другие станции от Яндекса, с помощью голоса. То есть вы можете попросить ее включить там музыку, погоду узнать или вообще радио. Ну или управлять умным домом, если у вас есть какие-то умные розетки и гаджеты, которые совместимы с Яндекс станциями. И лично я вам скажу, это моя первая Яндекс станция на обзоре. И я понял, в чем их прикол. То есть типа до этого я думал, ну просто колоночка с голосовым ассистентом. На самом деле все гораздо интереснее. Концепция вот этой штуки в том, чтобы экономить ваше время и чтобы вы не отвлекались на различные гаджеты. Например, с помощью Яндекс станции можно поставить таймер, создать список дел, создать список покупок, вызвать такси. Да, вызвать такси на ваш адрес, который записан у вас в телефоне без использования смартфона. К сожалению, пока продукты в лавке или на Яндекс маркете товара покупать нельзя, но возможно это добавит с обновлением. И это очень круто. Ну потому что, чтобы поставить таймер, мне просто надо сказать два слова и Алиса с Яндекс станции мне его поставит. То же самое с напоминаниями и списками делал. А так, пока я залезу в смартфон, найду приложение, открою его, потом прочитаю какое-нибудь сообщение, которое мне приходило. Ну я реально завис на минимум на минут 10. А Яндекс станция просто услышит это, пока я буду работать за компьютером. Поставит напоминалку, я не буду отвлекаться. И успею все сделать быстрее и потом пойду отдыхать. Реально очень крутая штука, если у вас проблемы с тайм-менеджментом и самоорганизацией. Просто убираете смартфон и ставите вот эту штуку. Реально вообще ни на что не будете отвлекаться. При этом будет возможность ставить напоминалки и делать все самые базовые задачи с помощью этой колоночки. И отдельно про голосового ассистента Алису, который живет в Яндекс станции. Это, наверное, самый лучший русифицированный голосовой ассистент, но не без косяков. И один из таких сейчас я вам проимонстрирую. Алиса, создай список дел. Что записать? Озвучь список дел. Добавила в список дел, озвучь список дел. То есть, как бы я хотел, чтобы Алиса начала создавать список дел. А потом такая, озвучь его. Она должна была просто сказать, что у вас нет списка дел. Но она начала добавлять задачу, озвучь список дел в список дел. Да, к сожалению, искусственный интеллект до сих пор не настолько классно понимает человека, как люди понимают друг друга. И это, конечно, надо бы подправить. Но видно, что разработчики стараются. Алиса стала гораздо умнее. На данный момент она сильно круче, чем Siri, Google Ассистент или та же Маруся от Mail.Rubu. Все-таки это самая прокачанная штука. Но она даже умеет распознавать ваши эмоции. Например, смотрите. Алиса, че-то мне сегодня грустно. Ну, то есть вот, да? Обычный голосовой ассистент просто бы начал это гуглить или еще чего. Или сказал, я не знаю, что ответить на ваш вопрос. А здесь она предлагает видео посмотреть смешные, анекдоты, или просто спрашивает, чем вас развеселить. Это очень приятно. Все-таки с кем-то можно пообщаться. Кстати, у колонки же еще есть Bluetooth. То есть к ней можно подсоединиться со смартфона и прям напрямую воспроизводить музыку из любого вашего музыкального сервиса. А так колонка воспроизводит музыку только через Яндекс.Музыку. То есть нельзя там через Spotify, Apple Music и другие сервисы включить сюда музон прямо из колонки. И это, конечно, грустно, но понятно почему. Типа, Яндексу это невыгодно делать. Им выгодно, чтобы вы покупали подписку. И это вполне логичная рабочая схема. При этом вместе с Яндекс.Станцией в подарок дается 90 дней пробного бесплатного периода. И за это время вы можете привыкнуть к сервисам Яндекса. Или наоборот сказать, что вы этим пользоваться не будете, выкинуть колонку в окно и все такое. Но второй вариант менее вероятен, потому что Яндекс.Музыка вполне отличный сервис. Я лично им пользуюсь и пользовался еще до покупки вот этой вот Яндекс.Станции.Лайт. Всем нравится. Ну и как же звучит эта малышка Яндекс.Станция.Лайт? Динамики у нее расположены внизу. Вот. И когда вы ставите ее на стол, они типа отражают звук от стола и создается такой эффект объема. При этом выходная мощность у динамиков станции Лайт, как ни странно, больше, чем у станции Мини, которая стоит на 1200 рублей дороже. При этом звучит колонка, ну, средненько. Звук четкий, резкий, но не хватает объема и деталей. Да и басов колонке очень не хватает. Особенно учитывая тусовочный характер вот этой вот фиолетовой малышки. Ну где басы-то? Далеко не все танцевальные хиты звучат так, как хотелось бы. А вот что-то вокальное или инструментальное вполне чисто и качественно звучит. В общем, звук где-то на 6-7 из 10. При этом, скорее, эту Яндекс.Станцию Лайт проще подключить к основной Яндекс.Станции или Яндекс.Станции Макс, и тогда в стереопаре они будут прекрасно звучать, и звук будет просто суперский. Но чисто ради прослушивания музыки Яндекс.Станцию Лайт покупать не стоит. Ну и итог. Яндекс.Станция Лайт это, наверное, самый базовый гаджет, то есть умная колонка, которая может подойти тем, кто с этими устройствами вообще не знаком. Ну типа никогда не пользовался умными колонками и хочет это попробовать, но не готов платить сразу за Яндекс.Станцию Макс. Ну и оно и понятно. Если вам вдруг не зайдет эта тема умного дома, типа вам проще будет самому посмотреть погоду и так далее, то у вас просто будет стоять в углу станция за 20-ку, ну то есть Макс, и пылится. А здесь все-таки более-менее недорогая вещь, всего за каких-то 4 тысячи рублей. Да, конечно же, гаджет не идеальный. Хотелось бы более премиальные материалы. Мини-джек для подключения внешней акустики, который, в принципе, не так уж сложно поставить. Ну или хотя бы экран, вот как у капсулы мини от Mail.Ru.Ru. Но все-таки за 4 тысячи рублей это прикольная вещь. В конце концов, за 4 тысячи рублей сейчас сложно найти даже нормальную колонку. А здесь умная колонка с более-менее нормальным звучанием и классным голосовым ассистентом, который реально помогает с тайм-менеджментом и как-то экономит ваше время. Ну а если вы все же уже ищете себе качественную колонку, то есть умную станцию, то лучше взять просто Яндекс.Станцию или Яндекс.Станцию Макс, если у вас прям огромный бюджет. Там и мини-джек есть, и к телеку можно подключать, музык слушать, и качество звучания получше, и материалы корпуса более премиальные. И смотрится она куда более красиво и эстетично в вашем доме. Однозначно. В общем, лайт-штука прикольная, попробовать взять можно, но как полноценное устройство, если вы прям хотите купить на постоянку, лучше уже взять обычную станцию или станцию Макс. А эту можно взять, попробовать понять, что такое Яндекс.Станции. И надо оно вам, или этот умный дом вообще идет мимо.